В том, что все слышно, и мы можем тогда начинать, когда нам дадут старт. Я хочу сказать, что очень рада, что меня пригласили. Это очень интересная тема, и она такая животрепещущая. Тот факт, что у нас, я вижу, люди в практике пришли, и как раз говорит о том, что это не чисто научные, заумные, эфирные вещи, в смысле высокого значения слова эфир, где-то витающие в облаках, а что это совершенно определенные жизнью проблемы, с которыми мы сталкиваемся здесь и сейчас, и, к сожалению, сталкиваемся все чаще. Поэтому вот такой подход, который обозначен, нейрофизиологический коррелят, он, с одной стороны, связан с распространенностью и частой встречаемостью, а с другой стороны, что вот синдромальный подход, всегда описываемый ранее, вот все-таки должен быть определен с точки зрения механизмов и разделен на какие-то отдельные подвиды, да, синдромы, с которыми уже специфически придется специалистам работать в зависимости от того, какого свойства и какого происхождения та или иная проблема. Поэтому очень важно разбираться в происхождении мозговом той или иной проблемы, какие лежат основы, там, генетические, нейрофизиологические и так далее. Ну, вот такое очень краткое поступление с моей стороны. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Здесь у нас, мы как раз и цель наша, чтобы нейрофизиология у нас не была оторвана от практики, собственно, да. Нейрофизиология – это не какая-то нейробиология, да. Это не какая-то в данном конкретной области, ну, такая сухая наука. Она имеет приложение практическое, абсолютно важное и для практиков, и для специалистов, которые работают с этими детьми. Собственно, я, Гарри, благодарю. Они сказали все, что я хотела сказать. Очень приветствую. Вот, единственное, что я уже сейчас передам слово Ксении Рамезовне, которая будет делать у нас сообщение основное. И единственное, что мне хотелось сказать, это то, что все мы знаем очень расхожую фразу, что если вы видели одного аутиста, да, то значит, что вы видели одного аутиста и только. И главная характеристика нашей группы, да, группы тех детей, с которыми мы работаем, это гетерогенность. Вот, казалось бы, характеристика – это перечисление, да, каких-то определенных свойств. Так вот, это все, конечно, есть, но первый план выходит в том, что все это есть в самых разнообразных сочетаниях и в самых возможных вариантах. То есть, что и называется словом гетероген. И как с этим разобраться, такие здесь могут быть подходы, что позволяет хоть как-то структурировать эту сложную такую группу. Это в том числе и нейрофизиологические методы, которые основываются на непосредственном объективной фиксации биоэлектрической активности головного мозга. И как было показано в течение многолетних исследований, которые проводились в лаборатории, научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАСС, эти исследования показали, что здесь есть различные варианты, различные варианты мозговой активности, ее реактивных характеристик. Ну, подробно об этом как раз Аксения Рамизна и расскажет. Я предоставляю вам слово, пожалуйста. Что касается вопросов, то вопросы, возникающие вот прям непосредственно, пожалуйста, пишите в чат. И остальные мы будем с вами, будет время после окончания, мы все это обсудим, потому что по ходу, я думаю, будет это не очень ловко, потому что достаточно материал такой объемный и строго структурированный, поэтому вот такой предлагаю вам регламент. Чтобы не забыть вопросы, пишем в чат, а потом обсудим их. Спасибо, Елизавета Юрьевна. Я вас перебью. Есть еще вкладка здесь наверху «Вопросы». Вот, может быть, в нее тоже будет удобно писать какие-то вопросы, задавать, чтобы они в чате не потерялись. Хорошо, спасибо. Да, будем отслеживать и то, и то. Пожалуйста. Спасибо, Елизавета Юрьевна. Коллеги, сегодня мы с вами коснемся энергиофизиологических каких-то коррелятов нарушения при расстройствах аутистического спектра. Так, ну что же, все мы, специалисты, которые работают с людьми, с детьми с этими нарушениями, знают так называемую нашу триаду аутизма, триаду нарушений при аутизме. Это нарушение социального взаимодействия, стереотипное поведение, повторяющиеся интересы, какая-то деятельность. И это речевые нарушения, речевые и трудности вербальной и невербальной коммуникации. Как уже у нас было вначале сказано, что расстройство аутистического спектра на то, это и спектр, это комплексное нарушение развития. И для него характерна высокая гетерогенность. Как Елизавета Юрьевна сказала, один аутист может совершенно отличаться от соседнего аутиста. И в настоящее время выделяют большую группу несиндромальных форм, раз. Они классифицируются на основании интеллектуальных и речевых нарушений. При этом выделяют и большую группу синдромальных форм, патогенез которых хорошо изучен. Мы с вами сегодня будем рассматривать как раз синдром умственной отсталости, сцепленный сломкой хромосомы X. Также это синдром Ретта, туберозный склероз, синдром Ангельмана. Ну, это целый ряд синдромов, описанных. И, в общем-то, они очень хорошо... На них они очень хороши тем, что можно изучить молекулярные какие-то основы аутизма. Считается, что раса обусловлена генетическими и средовыми факторами. При этом до 40-50 случаев, это очень высокий процент, обусловлено средовыми факторами. Это возраст родителей, это может быть родовая травма, ишемия или гипоксия при родах. Это нейровоспаление, это целый ряд каких-то факторов. И при этом несиндромальные формы... Я вот сейчас для конкретного слайда буду говорить про несиндромальные формы. Это множественные генетические поломки, множественные генетические нарушения. Вот здесь представлено исследование, в котором оценивались хромосомные аномалии. И были выявлены хромосомные аномалии более чем в 800 генах, ассоциированных с аутизмом. Вот на картиночке мы видим, что как раз красным выделены хромосомные аномалии, которые ассоциированы с аутизмом. Синим — те аномалии, которые ассоциированы с шизофренией. И черным, которые ассоциированы с обоими этими расстройствами. И вот авторы описали нарушения практически во всех генах. То есть мы представляем, что для ребенка, которого мы встречаем, у него множественные-множественные нарушения будут в разных генах. И именно поэтому синдромы с одиночными генными мутациями и коморбидными аутистическими симптомами, они продвинули наше понимание расстройства аутистического спектра. Они очень важны. Нейроанатомические исследования. Нарушивается ускоренный рост лобной коры, височной коры, миндалевидного тела, нарушение связей между различными областями коры головного мозга. А также показано, что происходит увеличение связей между структурами мозга, которые расположены рядом друг с другом, это называется локальные связи в нейрофизиологии, и структурами, которые условно расположены далеко друг от друга. Это удаленные связи. Вот как раз следующий слайд нам демонстрирует это исследование морфологическое, которое проводилось. И здесь это лонгитюдное исследование, в нем оценивалась как раз морфология и даже морфология развития мозга детей с рас. Мы видим, что авторы выявили на графике три фазы патологического роста мозговой ткани при аутизме. Это чрезмерный рост, который в самом-самом раннем детстве происходит, его замедление и нейродегенерация, которая происходит в подростковом уже возрасте. И для сравнения, вот у нас есть траектория развития в норме, как это должно происходить. Помимо этого, морфологические исследования показывают, что у людей с аутизмом уменьшены определенные участки коры. Это височная зона, лобная зона, мозолистое тело. Как раз вот дальше мы подробно, условно подробно расскажем об этом, что микроструктурная организация мозолистого тела проводили исследования, когда изучали у семимесячных детей как раз организацию вот этого мозолистого тела. И она впоследствии, у этих детей был подтвержден аутизм, и именно она ассоциировалась с трудностями зрительно-моторной координации. Также проводилось исследование, когда у детей в 6 месяцев выявляли микроструктурные нарушения фронтолимбических функциональных связей. И к 9 месяцам у этих детей уже определялась дефицит совместного внимания. Для чего вот все эти данные, они могут для практики быть немного оторваны? Они показывают, что в основе поведенческих нарушений лежит патология развития структур мозга. И в настоящее время существует много неинвазивных способов оценки вот этих структур мозга. Это и магнитно-резонансная томография, которая позволяет оценить структуры мозга, подтвердить или исключить органические поражения. Ведь часто, допустим, приходит ребенок, да, и нужно обязательно исключить органическое поражение, в том числе, да, головного мозга. Это диффузионно-тензорная визуализация, которая измеряет белое вещество головного мозга. Функциональная нейровизуализация. Ну вот весь этот список, он нужен для того, чтобы показать, насколько сейчас много различных методов оценки. И, конечно же, нейрофизиологические методы – это методы электроэнцефалограммы, да, ЭГИ-исследования. Ой, куда-то перелеснулось. Сейчас. Все, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Электроэнцефалограмма – это неинвазивный и достаточно простой способ оценки различных нарушений. И вот вы здесь видите, да, вы все знаете, когда вы приходите к врачу и вам накладывают электроды, да, эти электроды позволяют оценить как раз электрическую активность мозга. Для чего вообще нам нужен метод электроэнцефалограммы? Он позволяет подтвердить или исключить эпиактивность, какие-то органические поражения. Но электроэнцефалограмма – это не просто визуальная оценка, да, статистическая обработка позволяет сравнить вот то, как ваша электроэнцефалограмма развивается с возрастной нормой. Или как у ребенка соответствует ли его электроэнцефалограмма возрастной нормой. А также очень важно это выявить паттерны наследственных заболеваний, да, вот эти корреляты наследственных заболеваний, которые можно уже по электроэнцефалограмме определить. Так, и вот вся электроэнцефалограмма – это работа многих-многих нейронов, да, нейронных ансамблей, которые включаются в различные виды деятельности мозга. Нам для дальнейшего с вами понимания, какие у нас есть нарушения, да, у людей, детей с рас, надо вспомнить, какие у нас вообще есть ритмы Г у человека. Они у нас различаются по частоте, это дельта-ритм, да, от 0,5 до 3 Гц, дета-ритм, вот здесь под каждым ритмом, это картиночка, настоящая электроэнцефалограмма, записанная у человека. Дета-ритм – это 4,7 Гц, альфа-эсенсомоторный ритм – 8,13 Гц и бета-ритм – 14,30 Гц, самый высокочастотный. И вот в каждом из этих, что такое-то, в каждом из этих ритмов у детей с аутизмом, да, у него есть какие-то аномальные черты, да, аномальные особенности. Вот мы с вами сейчас рассмотрим альфа-ритм. Это ритм покоя зрительного анализатора, то есть когда вы приходите и вам говорят, «А теперь закройте, пожалуйста, глаза». Именно тогда эта проба нужна для того, чтобы оценить, насколько вообще сформирован альфа-ритм. Он регистрируется в затылочных всегда отделах коры в частотной полосе 8,13 Гц. И показано, что вообще при аутизме наблюдается дефицит индекса альфа-ритма. То есть индекс – это то, сколько этого ритма, да, в общей, во всей-всей-всей электроэнцефалограмме. И также может быть снижена его амплитуда, да, то есть то, насколько он… То, насколько вот это колебание, оно высокое или низкое, да, это называется амплитуда ритма. Следующий ритм тоже очень важный для оценки нарушений каких-то – это тета-ритм. Показано вот при синдромальных форумах, показано, что именно тета-ритм является ЭГ-паттерном нарушений. И не какой-то общий тета-ритм, да, это тета-ритм на частоте 4,7 Гц. Но при этом вот в ИСЛЕ вы видите, да, что это электроэнцефалограмма обычного ребенка, нормотипичного, 5 лет, и в состоянии дремота у него тоже регистрируется тета-ритм. Бета-активность. Вот мы видим как раз сейчас две электроэнцефалограммы. И вы видите, что вот в каждой полосочке это называется, на языке нейрофизиологии это называется отведение, вот все эти полосочки, да, это, в них присутствуют такая вот такие частотные-частотные колебания. Это и есть бета-активность. У детей, у людей с РАС часто наблюдается увеличение этой активности в том числе. Таким образом, подводя какой-то итог, да, нейрофизиологических нарушений у при РАС, это, во-первых, общее снижение амплитуды колебаний. То есть вся амплитуда колебаний ЭГ, она снижена. Во-вторых, это нарушение онтогенетических закономерностей формирования ЭГ. Что это такое? То есть, допустим, альфа-ритм у нас должен был сформироваться на определенной частоте к восьми годам, а происходит задержка, да, его формирование. Или он вообще индекс снижен. Это называется антогенетические закономерности формирования. Помимо этого наблюдается дефицит, то есть этого ритма мало, да, зрительного и сенсомоторного ритма альфа-диапазона, повышенный уровень бета-активности. И, что очень интересно, нарушение функционирования зеркальных нейронов. Сейчас мы с вами как раз более подробно разберем, что вообще такое зеркальные нейроны и как они связаны с аутизмом и с электронисполограммой в том числе. Считается, что нейрофизиологической основой социальных и коммуникативных нарушений при аутизме является как раз нарушение работы, ну, в том числе, да, не только, в том числе нарушение работы. Система зеркальных нейронов. Что это такое? Это нейроны, которые были открыты в 1991 году итальянскими учеными, группой итальянских ученых. И это были эксперименты на обезьянах, да, им вживляли прям электрод в голову и смотрели, что там происходит. После этого ученые выявили, что там есть нейроны, которые разряжаются в ответ на выполнение действия, но есть и нейроны, которые разряжаются не только в ответ на выполнение действия, но и при наблюдении за действием экспериментатора. Эти нейроны и были названы зеркальными нейронами. Сначала считалось, что это какие-то вот единичные зеркальные нейроны в премоторной области, но потом было показано, что это целая сеть, да, что эти нейроны расположены в разных областях мозга, в лобной коре, нижней теменной коре, височной, премоторной коре. Они, ну, вероятнее всего, они связаны с лимбической системой, да, и сейчас уже в литературе имеются данные о целой системе зеркальных нейронов. Резонный вопрос здесь будет, а что же у человека, да, ведь в силу этических причин невозможно вживлять человеку электродом, и все это прекрасно понимаем, да. В силу этических причин большинство таких исследований, вот исследования зеркальных нейронов проводилось с помощью нейровизуализации, МРТ и электроэнцефалограммы. Вообще вот в литературе имеется вот за этот весь период, за сколько, 30-ти лет не имеется всего лишь одно исследование, когда физически выживляли электроды людям, но это были люди, которые, во-первых, им была показана нейрохирургическая операция, да, это были люди с эпилепсией, они давали свое согласие на исследование, и там была очень большая группа, где-то, ну, 15 человек. Вот, все остальные исследования проводились косвенно. Как вообще вот эти зеркальные нейроны связаны с аутизмом? Считается, что вот как раз зеркальные нейроны являются нейрофизиологической основой имитации, да, подражания. Здесь уже как раз идет, что они связаны с какими-то социальными способностями, навыками у человека, это развитие в том числе языка. Способности к пониманию мыслей, чувств других людей. И мы знаем, что у людей с раз, да, наблюдается дефицит в этой сфере. Отсюда ученые как раз делают вывод о том, что, вероятно, нарушена работа системы зеркальных нейронов. На электроэнцефалограмме вот эта работа системы зеркальных нейронов оценивается с помощью сенсомоторного ритма. Само название сенсомоторный, да, вот даже человеку, который не знает, что это такое, может пока, ну, подумайте, сказать, ну, связанное с каким-то движением, да. Так оно и есть. Это ритм, который регистрируется в центральных зонах коры при моторном покое, то есть когда человек неподвижен. Вот мы как раз видим, что слева у нас представлены электроэнцефалограммы человека, который не двигается, а справа этот человек начинает сжимать руку в кулак, да, по простое какое-то действие, и ритм депрессируется, то есть исчезает, да, на языке нейропизиологии. Это называется депрессия ритма. Вот здесь вот у нас такие карты, с которыми мы как раз и работаем. Это статистический анализ электроэнцефалограммы, мы видим голову человека, да, и все здесь, что было выделено красным, это увеличение активности, да, присутствие какого-то ритма. Все, что выделено синим, это депрессия, да, активность, дефицит активности. Вот мы видим, что вот здесь подписаны зоны коры С3 и С4. В обеих зонах коры наблюдается, регистрируется сенсомоторный ритм на частоте 10-11 Гц. Не знаю, видно мою мышку или нет, но если видно, то вот я это показываю. Вот, дальше верхняя картиночка, это человек начинает сжимать правую руку в кулак. Важно, что у нас депрессия происходит контролатерально, то есть с другой стороны. Если ты сжимаешь в норме, да, это так происходит. Если человек сжимает правую руку в кулак, то депрессия должна быть слева. Если вот как снизу он сжимает левую руку в кулак, да, левую руку в кулак, то депрессия у нас будет справа. Что же у нас при аутизме происходит? Как я уже говорила, при аутизме мы пришли к тому, что сейчас принято считать, что в том числе нарушается работа системы зеркальных нейронов. На электроэнцефалограмме коррелятом активности зеркальных нейронов является сенсомоторный ритм. Отсюда логично предположить, что если в норме происходит депрессия при наблюдении за движением, то, вероятно, при раз этой депрессии до сенсомоторного ритма не будет происходить. Вот, кстати, здесь сейчас у нас это в норме показано у нас депрессия при сжимании руки в кулак и депрессия сенсомоторного ритма при наблюдении за движением. А вот здесь как раз это моторные пробы и наблюдение за движением у подростка с расстройствами аутистического спектра. Мы видим, что при сжимании руки в кулак у нас происходит ритм, уходит все как и должно быть. А теперь мы смотрим, что происходит при наблюдении за движением. Мы видим, что у нас не происходит депрессии ритма, а наоборот он увеличивается. Это для нас, для нейрофизиологов является как раз коррелятом того, что нарушена работа этой системы зеркальных нейронов. Подводя небольшой итог вот этому, можно сказать, что у людей с аутизмом наблюдаются, во-первых, отклонения ритма от нормативных. Это может быть, как вы видели, и то, что он не на той частоте, допустим, регистрируется, и то, что он может регистрироваться не в той зоне коры, да, как при норме, не в центре, не в центральной зоне, а в какой-то другой. И при наблюдении за движением у многих людей с рас как раз не происходит его депрессия. Отсюда мы можем сделать вывод, что у них нарушено функционирование системы зеркальных нейронов. Интересно, мы проводили исследования, что мы брали детей из школьного возраста сразу, и у них были различные навыки социализации и коммуникации. Кто-то был более успешным, кто-то менее успешным. И те дети, у которых были более высокие навыки социализации и коммуникации, они демонстрировали лучшие показатели моторного подражания. То есть как раз у них были более высокие характеристики вот этого миоритма. Так, ну что ж, мы с вами уже очень много говорили про несиндромальные формы. Нужно сказать, что очень важное место в понимании расстройства аутистического спектра занимают синдромальные формы. По антисиндромальными формами поднимают группу расстройств, когда нарушение происходит не во многих генах, да, а поломка происходит в одном конкретном гене. И именно эта поломка обуславливает в том числе и наличие каких-то аутистических черт, аутистическую симптоматику у ребенка. Но при этом, несмотря на то, что, да, есть вот это присутствует аутистическая симптоматика, почему важно знать синдромальные формы? Потому что зачастую патогенез и вообще картина всего вот этого синдрома может значительно отличаться от идиопатической формы, да, не синдромальной формы аутизма. И соответствующая коррекция, да, и сопровождение такого ребенка, оно должно быть абсолютно другим. Именно поэтому мы так много, да, вот наша лаборатория организовывала конференцию по синдрому умственной отсталости с цепленной ломкой хромосомы Х, да. Мы подробно разбирали, в чем в целом отличие от несиндромальных форм. На сегодняшнем вебинаре мы тоже, да, к несиндромальным формам у нас относят синдром FX, синдром премутации, это вот тут у меня дальше будет картиночка, синдром Ретта, синдром Ангельмана, туберозный склероз, вело-кардиофасциальный синдром. Но мы с вами рассмотрим две формы, да, синдромальные, это синдром ломкой хромосомы Х и синдром премутации. Так, умственная отсталость. Синдром FX, почему он так важен? Во-первых, потому что это очень часто встречающаяся аномалия, да, вот вы видите здесь цифры 1 на 2,5 тысячи, 1 на 4 тысячи. Это очень высокая встречаемость. При этом среди лиц раз процент этих детей составляет от 4 до 7 процентов, да, это тоже очень высокий показатель. Поэтому вот в нашей группе, да, раз обязательно нужно исключать синдромальные формы аутизма. Он был описан, этот синдром, в 43-м году, описан как сцепленная с полом умственная отсталость. И это были специфические фенотипические проявления. Вот мы видим ребенка с характерным фенотипом, да, такие оттопыренные уши, высокий лоб, удлиненное лицо. Помимо этого, это умственная отсталость, аутистические проявления, да. И только в 91-м году был открыт генетический механизм, да, что происходит, где находится мутация, да. И показано было, что это мутация гена FMR1. Ген этот расположен в X-хромосоме. И он отвечает за выработку белка FMRP, да. Это белок, который нам всем нужен для того, чтобы нервная система развивалась, ну, по нормотипичной траектории. При мутации в этом гене белок не вырабатывается, и происходят вот эти вот множественные нарушения. Очень важен этот белок также для синаптической передачи. И у 60, минимум, у 60% детей с этим синдромом наблюдаются аутистические нарушения. Вот как раз здесь подробно рассмотрен механизм нарушения вот этого функционирования гена. В этом гене есть определенное количество повторов, да, цитозингуанин, да, в норме от 5 до 50. Это количество повторов нужно, чтобы синтезировать белок. При премутации, да, у гена есть два состояния, как выяснилось позднее, это премутация и полная мутация. При премутации количество повторов находится в пределах от 50 до 200. При полной мутации оно больше 200, происходит метилирование промоутера гена, матричная РНК не транскрипируется, и, соответственно, белок не синтезируется. Развивается синдром ломкой хромосомы Х, синдром умственной отсталости. Отсутствие белка приводит к значительному увеличению долговременной депрессии в нейроне. Это ведет вот на уровне морфологии, приводит к тому, что изменяется форма шипиков, да, нарушаются синаптические связи и особенно страдают связи гиппокампа и мажечка. В настоящее время описан целый ряд расстройств, ассоциированных с мутацией этого гена, да. Начиналось все с того, что была открыта полная мутация гена и описан синдром ломкой хромосомы Х. Снижение интеллекта для него характерно, как мы уже говорили, да, расстройство аутистического спектра, это гиперактивность, это высокий уровень тревожности, выраженные трудности зрительно-пространственной координации. В настоящее время описан уже и ряд расстройств, ассоциированных с премутацией гена, да, вот они здесь все как раз перечислены на слайде, это синдром тремора и атаксии, синдром первичной авариальной недостаточности и различные нейропсихиатрические расстройства, да, то есть это депрессия, тревожные расстройства, хроническая усталость, хроническая боль и так далее. Важно отметить, что синдром этот наследственный, да, то есть если мы выявляем этот синдром у ребенка полную мутацию, да, это автоматически означает, что нужно полностью обследовать всю семью, поскольку он расположен в Х-хромосоме, чаще всего он, ну, передается от матери, да, и дальше уже по материнской линии чаще всего. Бывает, бывает, когда маме передавалось, допустим, от ее отца, да, у нас такие случаи бывали, и это связано, еще очень важно сказать, что все сопровождение вот этого ребенка, которое строится, во-первых, оно отличается от типичного для расстройства аутистического спектра сопровождения, да, а во-вторых, сопровождение должно оказываться не только ребенку, а еще и всей, всей семье. Это означает, что у нас вся семья с особенностями развития, да, то есть если у нас мама приходит и говорит, да, что вот у меня у ребенка полная мутация, у меня все хорошо, да, я не сдавала генетический анализ, при этом говорит, ой, что-то я такая тревожная, да, то есть матери сами часто это отмечают, да, маме тоже нужно обязательно всех родственников отправить к возможности на генетическое обследование. Так, этот синдром, кстати, очень хорошо сейчас описан, да, и научная лаборатория ФРЦ, наша научная лаборатория, она издала методические рекомендации по комплексному сопровождению детей и семей с этим синдромом. Вы можете посмотреть и особенности, и там есть и психологическая, очень подробная часть, психологические особенности, и психотерапевтическое сопровождение всей и всей семье. Ну, вот профессор Горбачевская долгое время занималась исследованиями электроэнцефалограммы пациентов с этим синдромом, да, с различными видами мутации. Было показано, что на электроэнцефалограмме у них есть определенные паттерны, да, которые отличают их от нормативных, которые не встречаются в нормативной ЭГЭ. Этот паттерн встречается как раз в дошкольном и школьном возрасте. Вот как раз я вам здесь вставила картинку ЭГЭ ребенка с этим синдромом, с этим синдромом ребенку 5 лет. У таких детей обязательно будет дефицит альфа-ритма, да, он может совсем не регистрироваться, да, альфа-ритм может быть немножко представлен, но индекс не превышает 20%, да, то есть представленность ритма во всей электроэнцефалограмме. И это характерный рисунок тета-активности, вот она здесь как раз на слайде обведена тета-активность частотой 6-7 Гц. Она встречается, регистрируется у детей, важно отметить, да, у детей с полной мутацией, с метилированием как раз промоторогена, о котором мы говорили ранее. Вот на этом слайде как раз представлены ЭГЭ ребенка тоже с синдромом ЭФИКС, но уже старшего возраста. Мы видим, что здесь вот справа представлены карты, да, вот такие кружочки, это все карта, да, и гистограмма, вот эти вот столбики гистограмма. На гистограмме как раз и отображены ритмы ЭГЭ, да, по цветам. Синий – это дельта-активность, голубой – тета-активность, дальше идет бежевая – альфа-активность, да, красный – бета-1 и бета-2. Видим, что у ребенка преобладает тета-активность как раз в диапазоне 6-7 Гц, наблюдается дефицит альфа-ритма и, ну, небольшое увеличение бета-активности, да. Да, это как раз и есть паттерны ЭЭГЭ, характерные для этого синдрома. Так, вот мы проводили ЭЭГЭ-картирование целой группы детей, да, в возрасте от 3 до 19 лет, сравнивали их с нормой, и то же самое получилось, что у них дефицит альфа-ритма. Вот эта картиночка, где подписано альфа, да, в затолочных зонах коры, видим синяя, да, то есть помним, что это дефицит ритма, а красная – это, наоборот, увеличение активности, да. Максимальное увеличение активности в дета-диапазоне, да, в теме на центральных отделах коры, и бета-2 активности, ну, можем сказать, что практически во всех диффузные, да, во всех областях коры головного мозга. Что же происходит с этими людьми после 18 лет, да, после 18 лет, вот, показано, что в большинстве случаев ЭЭГЭ уплощается, вот здесь как раз представлена электроэнцефалограмма человека уже 19 лет, видим, что амплитуда колебаний очень-очень низкая, да, то есть вот эти строчки, они больше похожи на ниточки, да, каких-то колебаний. А еще очень интересно, что при отсутствии аутистических проявлений, ведь не всегда при этом синдроме есть, как морбидный аутизм, да, при отсутствии аутистических проявлений может даже появиться и альфа-ритм какой-то после 18 лет. Так, что же происходит при премутации, да, при премутации, как мы уже говорили, тоже наблюдается различная неврологическая симптоматика и психиатрическая симптоматика, поэтому обязательно нужно ее обследовать и обязательно нужно ее сопровождать неврологами, психиатрами, это должны вести специалисты, да, эти случаи. Для премутации часто характерна сохранность альфа-активности, да, вот альфа-ритм часто регистрируется, но при этом тоже регистрируются вспышки вот этой тета-активности частотой 6-7 Гц, то же, что и описано для полной мутации. Так, в нашей лаборатории мы сейчас разрабатываем, да, проводятся пилотные тестирования не только статистического анализа ЭГЭ, да, мы проводим пилотные тестирования дискриминантного анализа, то есть анализ, который позволяет отнести ту или иную энцефалограмму к конкретной группе, может быть, это норма, да, может быть, это синдром ломкой хромосомы Х, а может быть, это группа расстройства аутистического спектра, да, очень важно, ну, это очень было бы полезно, да, для диагностических целей, для помощи в диагностике. Конечно, по ЭГЭ нельзя ставить диагноз, да, но помощь в диагностике – это существенная. Вот как раз здесь представлены результаты дискриминантного анализа, когда у нас программа с чувствительностью 100%, по специфичностью 88% отнесла вот именно эту электроэнцефалограмму, которую вы сейчас видите, к группе FXS, да, не к норме, а группе FXS. И дискриминантный анализ также мы проводили лицам с премутацией этого гена. И тоже нам удалось с чувствительностью 100% и специфичностью 88% отнести эту электроэнцефалограмму к группе FXS. Это все пока предварительное тестирование, мы надеемся на расширение группы и более точные данные, да. Так, ну что ж, коллеги, пришло нам время подвести какой-то небольшой итог. Первый – это, конечно же, в нейробиологии накоплен громадный опыт сейчас разных исследований. И это и молекулярные исследования, и генетические, и исследования морфологии, анатомии мозга, нейрофизиологические, да. Они все очень важны для понимания патогенеза аутизма, они все нужны для практики, да. В подавляющем большинстве случаев аутизма причиной является сочетание генетических и средовых факторов, да, за исключением синдромальных форм, да, о которых мы чуть-чуть поговорили сегодня. Важно понимание вот этих особенностей, поскольку все мы знаем, что в последние годы наблюдается увеличение числа, да, случаев с раз. И поэтому самые разные специалисты должны быть осведомленными для оказания нужной помощи детям и людям с раз. В электроэнцефалограмме, да, это проявляется повышенной бета-активностью и атипичными характеристиками сенсомоторного ритма. Поскольку вот при аутизме наблюдается дефицит в эмоциональной сфере, да, и трудности социальных взаимодействий, определенная группа исследователей связывает эти особенности с нарушением работы системы зеркальных нейронов, которые мы тоже, это одно из направлений, да, нашей лаборатории, косвенно оцениваем по электроэнцефалограмме. Ну и, конечно, нужно сказать про синдромальные формы, синдромальные знания, особенности, да, развития и патогенеза синдромальных форм позволяет грамотно подходить к вопросам сопровождения, обучения, коррекции и лечения этих синдромов, да. И зачастую, вот как мы видели на примере синдрома умственной отсталости с цепленной сломкой хромосомы X, это сопровождение не только ребенка, но и всей его семьи, да, и оно в корне отличается от сопровождения ребенка с аутизмом. Поэтому даже вот в научной лаборатории Федерального ресурсного центра был разработан, ну, определенный протокол, да, пошаговой диагностики лиц с РАС. Это, но обязательно в контексте этого протокола обязательно нужно исключить синдромальные формы. Ну и вся эта информация может использоваться различными, самыми различными специалистами, работающими с детьми и взрослыми. А также она может быть полезна родителям и другим родственникам. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Очень интересно такой насыщенный доклад. Я получила огромное удовольствие. Спасибо. У меня масса вопросов, но, может быть, мы, наверное, предоставим сначала слово или, возможно, задать вопрос слушателям. Давайте, да. Да, потому что если есть вопросы, давайте. Если есть необходимость подумать, то тогда у меня первый такой самый специфический вопрос. Вы назвали синдромальные формы, да, и в основном вы рассказывали о ломкой хромосоме, да, но ведь есть же еще и синдром Ретта, и там, и туберозный, и все прочее. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то специфические маркеры, как вы вот их описывали, ЭГЭ, для других форм, да, и что про это известно? Ну, подробно очень описан синдром Ретта. Я могу вам даже у меня вот показать слайды. О, давайте. Кусочек синдром Ретта – это тоже наследственное заболевание, но в отличие от, допустим, синдрома ломкой хромосомы Х, это мутация спорадическая, то есть возникает она не случайно, да. Оно тяжелое, она тоже, эта мутация расположена в Х хромосоме, поражает она в основном девочек, потому что мальчики внутриутробно просто не доживают часто до рождения, да, погибают внутриутробно. Так, он был описан, конечно же, очень давно, в 66-м году, да, описан, он был неврологом, а вот в 91-м году, в 99-м, простите, году его описали именно эту мутацию, да, то есть что приводит как раз к этому нарушению. Есть определенные характеристики ЭГЭ, да, синдром, важно знать, да, что он протекает в 4 стадии, да, первая стадия, она где-то до 9 месяцев, когда детки развиваются более-менее норматипично, да, и родители чаще всего не отмечают никаких особенностей, да, хотя она и называется, да, вот здесь мы видим, что это остановка развития, на самом деле, ну, часто никаких изменений, да, не отмечается фенотипических, да, на электроэнцефалограмме, электроэнцефалограмма может не отличаться, да, от возрастной нормы. Вторая стадия от 9 до 30 месяцев – это период регресса, да, когда ребенок начинает терять заранее приобретенные навыки, да, почему синдром Ретта относится к аутизму как раз, потому что на второй стадии появляются стереотипные движения, это чаще всего моющие движения, такие рук, да, и появляются эхололии, да, теряет, уходит речь у ребенка, электроэнцефалограмма в это время, ну, в этот период, да, она уплощается. Третья стадия – это псевдостационарная называется, да, вроде бы возвращаются какие-то навыки, но это вот по возрасту, наверное, это дошкольный возраст, где-то лет до 10, школьный, наверное, ранний возраст тоже. В электроэнцефалограмме появляется уже медленная активность, и четвертая стадия, когда, ну, псевдостационарная, потому что вроде бы наступает какое-то улучшение у ребенка, да, может даже вернуться речь, становятся, уменьшаются вот эти аутистические проявления, стереотипии какие-то уходят, но за ней следует всегда четвертая стадия, когда уже происходит регресс, да, написано «потеря навыков ходьбы», но на самом деле теряются все навыки постепенно, да, это и навыки глотания, оживания, то есть это постепенно идет распад, и появляются различные судорожные уже признаки на электроэнцефалограмме. Вот, но этот синдром, он тоже требует должного сопровождения, да, вот, насколько я знаю, с 88-го года проводятся прям конференции, да, мировые, посвященные этому синдрому, и за рубежом активно он изучается, вот, коллеги наши ездили в Финляндию, руководители нашей лаборатории, да, на конгресс по этому синдрому, поэтому тоже важно знать, потому что он отличается от других синдромальных форм и от расстройств аутистического спектра. Вот, вкратце. Звука нет, Елизавета. Да, да, я прошу прощения, что-то я сегодня плохо выполняю свои обязанности, в частности, я не успела, заслушалась всем происходящим и не успела представить нашего уважаемого экспертка Гальперину Елизаветы Осиума, которая является ученым-секретарем Института эволюционной физиологии и биохимии РАН Санкт-Петербурга и заведует группой возрастной психофизиологии кафедры логопатологии СПБГУ. Мы очень рады вас приветствовать и благодарим за проявленный интерес и предоставляем слово, опять же, для того, чтобы не только, может быть, задать вопрос, но и высказать какие-то суждения о предоставленной информации, о докладе. И еще хочу сказать тоже опять, вот прошу прощения, что меня отвлекло, у нас есть очень заинтересованные тоже участники, наши коллеги. Вижу от Елены Владимировны Ореховой здесь послание, и она отправила нам ссылку на чрезвычайно интересную статью по зеркальному нейрону. Ой, спасибо большое. Это прекрасно, когда коллеги включаются в дискуссии, это самое замечательное. Спасибо. Очень благодарим и обязательно рассмотрим. Елизавета, вам слово. Да, большое спасибо. Меня вызвал ваш доклад несколько размышлений. Я хочу сказать несколько слов по этому поводу. И дальше опять, извините, вернуться к вопросам, потому что исследователя во мне убить очень тяжело. А вот мне действительно это очень интересно. И больше всего мне понравилось то, что вы говорили о специфичности, потому что, наверное, попробовав сейчас говорить от лица практиков, перефразирую это вот таким языком. Знаете, все это вот очень интересно, то, что вы там себе делаете. А вот нам, практикам, можно дать готовый инструмент, с помощью которого мы бы могли однозначно ответить на вопрос, все-таки имеем мы дело с описываемым вами синдромом или с чем-то еще, и насколько точно инструментальными методами мы бы могли ответить на этот вопрос. И тот факт, что вы говорите о специфичности, 88% очень высокой, как раз вселяет надежду в том, в то, что такой инструмент практикам будет в руки данный, они могут вот этим воспользоваться. Поэтому вопрос, исходя из этого, практически мой такой, как бы где и как, во-первых, можно этим воспользоваться, можно ли уже сейчас, или какие шаги требуются для того, чтобы это стало в какое-то ближайшее время возможным. Следующий вопрос, что делать тем, кто не здесь, тем, кто как бы дистанционно находится, это как бы в связке все вопросы. И перед этим предшествующий вопрос от как бы специалистов, я пытаюсь себя на их место поставить. Как мне понять, что надо такого ребенка послать на энцефалограмму или, словно, там, к врачу. Скорее всего, это вот такой, как сказать, прописанный путь, который наверняка, с которым вы имели дело, и у вас вот есть, я надеюсь, ответы на мои вопросы. Да, спасибо большое, Елизавета Иосифовна. Это все очень интересные вопросы. Я, давайте, может быть, начну сначала вот как раз с этого пути. Что делать с практиком, да, вот. У нас разработан и опубликован даже протокол по шаговой диагностике, он называется, да, то есть с чего мы начинаем, когда мы видим ребенка с расстройством аутистического спектра. Во-первых, это естественно, ну, во-первых, есть такие так называемые красные флажки, ранние маркеры аутизма, да, это не нужно путать их с диагностическими критериями. Это то, что может заметить родитель или какой-то специалист, да, какие-то аномалии поведения, да. Сейчас очень много разных доступных скрининговых методик, которые позволяют вот эти флажки поймать и провести скрининг, например, вот МЧАТ, да, позволяет вообще с 16 месяцев она доступна в свободном доступе, и родители могут ответить на вопросы, да, и у них будет группа риска, да, готовая, высокий или низкий риск аутизма. Во-вторых, это, конечно же, консультация психиатра, да, то есть обязательно нужен здесь поставленный психиатром диагноз. С этим диагнозом от психиатра мы считаем, что нужно дальше идти к неврологу, да, и проводить нейрофизиологически как раз обследование, да, всестороннее неврологическое и нейрофизиологическое, потому что это, во-первых, позволит, ну, какие-то, может быть, сопутствующие поражения, да, выявить с точки зрения невролога, а во-вторых, исключить синдромальные формы, да. Синдромальными формами мы давно и много занимаемся, вот, и при подозрении на синдромальную форму мы идем к генетику, которая уже как раз берет анализ генетический и подтверждает или исключает синдромальную форму аутизма. Ну, если мы всего этого, там, у нас не синдромальная форма, раз, да, никакого синдрома не выявлено, нужно обязательно пройти всестороннее обследование, да, это интеллектуально, это и диагностические методики, так называемый золотой стандарт, который позволяет отнести ребенка к какой-то диагностической группе, да, и это адаптивные навыки оценить, и дальше уже психологи выстраивают, ну, все совместно, да, специалисты выстраивают траекторию дальнейшего развития и сопровождения этого ребенка. Это, мне кажется, очень важно для практиков, да, вот эта информация. Теперь, что касается вот дистанционной, да, консультации, вообще консультации, да, конечно, на ЭГЭ нет маркеров не синдромальных форм, да, то есть мы не можем, ЭГЭ это не волшебный инструмент, он не оценивает работу каких-то конкретных структур, да, это, как мы уже говорили, это суммарная работа всех нейронов. Но тем не менее, вот паттерн синдромальных форм, да, был выявлен, да, и статистически доказано, что это паттерн. Вот, какие-то синдромальные формы, да, он может выявить. Сейчас мы разрабатываем дискриминантный анализ, да, который позволит, может быть, в будущем нужна большая группа и, естественно, более пристальные исследования. Извините, пожалуйста, можно уточню сразу, у вас были слепые вот развлечения, там, обучающие выборки и так далее, то есть условно вы там... Да, это сейчас вот мы сейчас выбираем выборку, да, этим занимаемся. Ну, это вот в процессе, вот сейчас все в процессе. Да. Так, а насчет дистанционной консультации, ну, мы думаем в сторону того, чтобы как-то, может быть, коллеги, понятно, хотелось бы, чтобы ты мог прийти в любой момент, да, и тебе записали электроэнцефалограмму. Ну, конечно, более доступный вариант, когда ты, возможно, присылаешь свою электроэнцефалограмму или еще какие-то возможности, да, и получаешь консультацию от специалиста диагностику. Хорошо, а какие вот, условно, первое, как у энцефалографиста вопрос, какие требования тогда к энцефалограмме? И второй, ну, раз разными детьми как бы приходится работать, да, вот наверняка же чистый случай, когда в ближайшую консультацию ребенка там послали, а специалистов работы с такими детьми нет, то есть должны какие-то рекомендации к специалистам, как именно записать энцефалограмму у аутизма с ломкой хромосомы, да? Да, да, и детей с аутизмом, это тоже очень непростая категория детей, да? Ну, вот что-то финансово-технически непросто, у нас есть какие-то наработки на эту тему. Да, конечно, конечно. У нас даже было одно очень интересное исследование, мы с коллегами исследовали стресс у детей по слюне, да, у детей с аутизмом. Вот, ну, я подробнее о нем расскажу, но у нас процедура проходит так, ребенок приходит и сначала он вообще привыкает, да, к обстановке, к нам как к специалистам, да. Да, если он приходит с родителями, то часто это родители, которые начинают участвовать, да, в игровой форме родители начинают участвовать, им надевается конкретно шапка, да, ребенок видит, что ничего страшного не происходит. Очень важен настрой, конечно, родителей, потому что часто родители приходят, и они сами напряжены, и видно, там они говорят, мы вот были там в поликлинике, и не смогли ничего записать, потому что там он орал все это время, я не знаю, как вы с ним справитесь. Вот, поэтому, конечно, важен настрой родителей, да. А зачастую родители настроены положительно, и вот после всех этих процедур, привыкания родителей, ребенка, ребенок спокойно садится, иногда он, мы пишем в состоянии иногда привлеченного внимания, да, когда ребенку просто ставят мультик, да, если уж совсем никакие методы не помогают. Ну, ну, как-то так это происходит, да. Вот вы очень большой подняли флаз прям такой проблем, как нужно записывать специалисту, потому что мы же знаем, что специалисты пишут по-разному, да, и, грубо говоря, от рук зависит очень много здесь. Вот, и, конечно, вот вся эта история, если даже с дистанционным каким-то анализом, это важно знать, кто и как записывал, да. Вот. Ну, любые формы насилия здесь неприменимы, конечно же, к детям, да, и это только вызывает еще больше стресса. А мы смотрели, вот к нам приходили дети-аутисты, они, мы смотрели стресс в слюне их до электроэнцефалограммы и стресс в слюне после электроэнцефалограммы, после записи, и как-то пытались оценивать их нейрописиологические какие-то параметры. У нас оказалось, что стресс до бы выше, чем стресс после электроэнцефалограммы, да, то есть дети успокаивались как-то. Это чудесно. Да, в общем-то, чудесно, да. Вот. Ну, все равно это важно. Если можно, да. Да, Елизавета. Я хотела бы сказать, что на самом деле этот вопрос очень важный, и мы только сейчас подходим к организации вот этого процесса и начинаем думать о том, как бы это сделать, потому что запрос очень большой, да, но здесь есть ряд технических сложностей, связанных с форматом записи данных, с их передачей, с большим объемом этих данных, но мы, как говорится, задачу свою видим и планируем сейчас ее решать, и все, кто готов в этом участвовать, мы с удовольствием приглашаем, да, и будем пробовать ваши присланные энцефалограммы смотреть и что-то такое, потому что, конечно, это делается... То есть, наверное, у вас будут такие прописанные требования к процессу регистрации, к форматам. Да, безусловно, будут рекомендации, и начнем мы, конечно, с исследовательских взаимодействий, то есть это не будет рекомендация пока для поликлиники, да, в этом пока говорить не приходится. Мне кажется, это готовый хороший проект, если честно, вот, ну, как бы создание протокола. Да, я только вот, да, и думаю, что Витя заинтересовала всех эта тема. Действительно, здесь очень много возможностей, но я увидела некоторое количество поднятых рук, и мне очень хочется дать им слово. Я вот не очень знаю, как это сделать. Я видела, Елена Владимировна поднимала руку, хотела бы дать ей слово, и другие слушатели. Вот сейчас я... у нас есть помощник технически. Я думаю, сейчас он это сделает, сейчас я посмотрю. Вот у меня самой пока не получается. Елена Владимировна, может быть, вы поможете нам? А, да, отправлено. Я слышала? Да, да, да. О, прекрасно, замечательно, очень рада вас видеть. Я совершенно не умею этой системой пользоваться, поэтому, в общем-то... Ничего, мы все тут немножко так... Вот, ну, спасибо, Елена, за доклад, очень интересно. Вот, мне, конечно, много комментариев, но, боюсь, их слишком много, так сказать, чтобы тут, как бы, время чужое тратить. И, в принципе, мне хотелось бы вас пригласить в МАК-центр, потому что я думаю, что, ну, как бы, вот, может быть, объединение наших усилий, оно было бы интересное, могло бы дать очень благотворные результаты. В частности, мы тоже очень интересуемся синдромом ломки с хромосомой и при мутации. Вот, и, в принципе, магнитная цифрограмма, она позволяет видеть какие-то вещи, которые не всегда видны среди. Вот, в частности, вот у нас сейчас вышла работа, это припринт, пока, ну, это еще, как бы, пока не работает, припринт, вот, в который мы смотрели на периодическую составляющую магнитную цифрограмму, вот. Можно, в принципе, делать это с ЕГЭ, но, к сожалению, ЕГЭ, она страдает тем, что там много миограммок от нас. Да, вот, и эта проблема может несколько, так сказать, лучше с помощью МЭК, так. Так что, в общем, в принципе, у меня вот такой вот комментарий главный, что мы вас приглашаем. Это очень интересно, спасибо, спасибо, очень интересно, да, найти какие-то точки соприкосновения и взаимодействия, да. Может быть, в январе, в конце февраля, да, да, спасибо. Спасибо большое, обязательно воспользуемся и организуем такую встречу. Конечно, конечно. Можно еще вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о поведенческих маркерах, да, а можно, вот, как бы, о красных флажках, вот то, что вы назвали, красных маркерах. Как можно соотнести вот с ЭЭГ, вообще говоря, да, то есть есть ли вообще какое-либо соотношение, или это вещи в себе не связаны? Ну, вы знаете, вот это то, как раз, о чем я говорила, есть нейрофизиологические какие-то особенности ЭЭГ при аутизме. Ну, конечно, конкретный поведенческий паттерн, да, он не может быть связан, там, я не знаю, даже с конкретным ритмом, да, потому что это все очень сложное, ну, и структуры, да, многие задействованы. Я понимаю всю провокационность, я специально такой вопрос говорю, потому что, ну, я специалист очень часто, то есть от практиков, я слышу именно такую постановку, я хочу, чтобы вы ее, как бы, вот озвучили, почему это невозможно. Да, да, Елизавета Иосифовна, конечно, потому что ЭЭГ – это не волшебный инструмент, да, я ни в коей мере не преподношу его, как какой-то вот панацею от всех проблем. Сейчас мы снимем ЭЭГ, и мы будем все знать. Поиски вообще ранних маркеров аутизма, они до сих пор ведутся, и не только нами, и учеными по всему миру, да, и пока как-то, в общем, ну, конкретных маркеров, ну, пока мы приближаемся только к тому, чтобы их назвать, да, и как-то найти. Вот, поэтому есть определенные отклонения, да, в ЭЭГ для синдромальных форм, это конкретный паттерн, да, уже описанный, вот, ну, а дальше это уже дело науки, как говорится, дальше уже за пределом неизученного, изведанного, да, мы как раз работаем над тем, чтобы приблизиться к пониманию этого. Хорошо, еще один уточняющий вопрос. Вот вы говорили про специфику, а степень выраженности синдрома как-то коррелируется с степенью выраженности вот этих, допустим, того же тетаритма, да, или комплекса, который вы там говорили, тетаритма, да, или это тоже не обязательно? Ну, знаете, я понимаю, что это вопрос про синдром лонкоэкс-хромосома, да, да, степень выраженности, то есть это, если вот мы представим, это ребенок, который приходит с интеллектуальными нарушениями, да, и часто вообще говорят, что у него аутизм, да, дальше он получает какой-то диагноз у генетика, и это лонкоэкс-хромосома. Эти дети, они, ну, это не как аутисты, да, ты взял, вот, как Елизавета Юрьевна говорила, взял одного аутиста, а следующий абсолютно другой. Дети эти, они объединены, похожи, да, и фенотипически они похожи. Это же поломка в одном гене конкретном, да, множественной аномалии. Вот, и поэтому паттерн ЭГЭ для вот всей этой полной мутации, да, это я только про полную мутацию говорю, что вот, он один и тот же, да, но нельзя, невозможно сказать, что он коррелирует с выраженностью интеллектуальных нарушений, да, у нас были такие попытки посмотреть, а есть ли какая-то зависимость, ну, пока однозначно такого ответа, да, на это нет. Скорее, ответа нет пока, да. Хорошо, то есть не хорошо, я еще хорошо хотела бы тоже еще вставить словечко на эту тему, здесь очень важный момент какой. С одной стороны, ЭГЭ, да, вещь достаточно хорошо поддающаяся формализации. Учету, да, вот мы видим, либо есть, либо нет. А когда мы говорим о поведенческих паттернах, то мы прекрасно понимаем, что здесь, во-первых, не так просто описать, нет во многих случаях единых инструментов, а во-вторых, какие-то поведенческие проявления внешне похожие могут быть обусловлены разными причинами. Да, и вот определить проявление плюс причина, да, то есть это, а именно это должно было бы коррелировать с ЭГЭ, если мы бы этого ожидали, да, мы, наверное, так оно и можно найти, но вот этот вот комплект, это уже не два компонента, а получается три компонента, а может быть даже больше. И здесь, конечно, какие-то другие подходы нужны исследовательские, и в том числе уточнение, конечно, инструментов измерения вот этих самых поведенческих проявлений, потому что они пока очень и очень условны, несовершенны, и в некоторых случаях чрезмерно детализированы, что их мешает использовать, а в некоторых случаях чрезмерно обобщены, что тоже их дифференциальную способность уменьшает. Но у нас были еще руки, я так понимаю, что мы с вами такую дискуссию за решение не даем слова вставить, поэтому давайте, пожалуйста, опять же предоставим возможность слушателям нашим высказаться, и я пока вот это осуществляется технически, хочу еще поблагодарить Сеню Рамизовну за адаптацию своего выступления для широкого слушателя, потому что это очень, мне кажется, это было сделано очень удачно, и судя по активности, действительно специалисты, не включенные вот прямо именно вот в эту научную работу, поняли многое из того, что вы сказали, и выражать свой интерес, я вас благодарю. Спасибо, давайте верить. Я вижу вопрос, вот тут Елены Сергеевны Парахиной, видите, в чате, есть ли зависимость между аутизмом и эпилепсией? Ага, я зачитаю вопрос, есть ли зависимость между аутизмом и эпилепсией, при эпилепсии развивается аутизм, или это два независимых друг от друга состояния? Ну, конечно, эпилепсия может быть при аутизме, да, сопутствовать аутизму, и эпилепсия может развиваться абсолютно без аутизма, да, это связанные друг от друга вещи, друг с другом вещи. Так, кто вот поднимал руку и отчаялся, поднимите еще раз, мы дадим вам слово. Я просто видела и... Меня тогда может звучать вопрос. Пре-мутации, да, вот как бы, ну так, вскользь мне неподробно. Можете чуть-чуть развернуть, да, вот, насколько я понимаю, там же может не быть клинических проявлений, да? Да, да, клинических. Ну, вы знаете, на самом деле, как, раньше считала, что клинических проявлений может не быть, но это же тоже вопрос самооценки, да? То есть это может быть мама, которая приходит, ну, условно, сниженным, незначительно сниженным интеллектом и говорит, что, ну, все хорошо, да, вот с точки зрения практики. То есть поскольку это люди уже сами с аномалиями, да, они не могут объективно оценить собственное здесь состояние. Это первый момент, да, то есть... Второй момент, что часто, на самом деле, отмечают и тревожность, да, вот при психологическом обследовании, и депрессии часто отмечают, и бессонность. Ну, при этом бывают и случаи, когда это действительно может не быть клинических проявлений, и это возникает, да, женщина узнает о том, что у нее премутация, только когда у нее появляется ребенок, да, ее отправляют на генетический анализ. Такое тоже может быть. Ну, кстати, да, и многие лечат. Скрининг вообще вот с использованием вашей методики, он как бы допустим, он возможен. Вот, условно говоря, там коллеги наши долго-долго разрабатывали, и там в 2008 году теперь скрининг новорожденных введен уже вот в карту, да, и обязательный для всех, для проверки слух. А теперь вот там они хотят, чтобы это было не только новорожденных, но и чуть более-чуть возрастает и так далее. Но на самом деле это как бы большая работа, чтобы это было включено в скрининг. Но в принципе вот потенциальные свойства вот этой методики, о которой вы говорите, они позволяют ее сделать скрининг? Конечно, конечно. Ну, на самом деле вот эта цель многолетних трудов тоже в целом идет к тому, чтобы сделать какой-то скрининг на синдромом смене-осталости, потому что он часто встречается. Да, потому что социальная значимость только как бы переоценивать невозможность совершенно. Что касается родителей, да, в частности мам, да, то тут у нас есть тоже еще такая возможность использования. Мы еще тут не готовы, да, такую же методику предоставить, но работа в этом направлении идет. И здесь речь идет о возможном обследовании группы риска. То есть те женщины, которые долгое время лечатся от различного рода дисфункций, да, в репродуктивной сфере, вот они как раз и являются первыми кандидатами на организацию такого скрининга, потому что именно среди них, да, находятся те, которые обладают вот этой премутацией. И очень часто ситуация выглядит с такой общечеловеческой точки зрения достаточно трагично, да, потому что человек лечится полжизни, и вот наконец, и вот, да, все-таки так получилось, да, и получается вот этот самый больной ребенок. А вероятность его рождения можно было определить уже какое-то время назад, да, определив, что есть у женщины премутации, с чем и было связано нарушение репродуктивного здоровья. И вот мы сейчас как раз планируем совместные исследования с репродуктологами, которые могли бы вот в этом плане... И еще, скажи, ранние диагностики, я имею в виду уже детей, уже не матерей, а следующий этап, да, насколько она, скажем так, не гарантирует, но обеспечивает там условно более комфортные условия существования ребенку, там лечение, адаптация и всего прочего. Вот насколько важна вообще-то, говоря, в этой сфере ранняя диагностика? Ну, одним словом, критически важна, ну, потому что мы знаем, что любое раннее вмешательство, оно улучшает дальнейший исход, да, будь то не синдромальная форма, раз, будь то синдромальная форма, раз. В синдромальных формах это еще более важно, потому что понимание матери, да, и вообще семьи, что происходит не только с ребенком, но и с семьей, оно очень сильно сказывается на дальнейшем развитии ребенка, да. У нас есть пример, когда и мама, и бабушка занимались с ребенком очень, ну, просто вот любыми способами старались его вытащить, и это действительно получился очень хороший выход в результате. Так что, да, ранняя диагностика, вот все эти данные, они как раз и нацелены на знания, да, которые помогут ранней диагностике, да. Чем больше специалистов будет осведомлено, тем лучше будет диагностическая, в общем, служба работать, да. И опять же прогноз рисков, да, прогноз рисков для последующих детей, что тоже очень важно. У нас тоже, к сожалению, есть случаи, когда только на втором ребенке, да, с одним и другим, с этим же диагнозом, да, выясняется, что это на самом деле было. Да, что это не случайность, а многие врачи, да, так скажем, другого плана, не сведущие в этом вопросе, они наоборот, такую формулировку, рожай быстрее другого, да, пока еще там все в порядке. Вот здесь, конечно, вопрос информирования самих врачей, он очень важный. У нас была конференция международная в прошлом году, как раз посвященная этому синдрому. Было много практиков, которые очень заинтересовались и сказали, да, мы хотим об этом знать. У нас есть вопросы. Да, я вот вижу вопрос. Да, вот, пожалуйста, да. Прошу прощения, но не все слышала, плохая связь. Интересует информация о лопанном тетаритме у аутистов. Он влияет на сохранение следов памяти, а память при аутизме специфична. Можете дать информацию по этой теме? Спасибо. Так, очень интересный вопрос, большое спасибо. Ну, смотрите, как я уже говорила, электроэнцефалограмма, это... Мы не можем привязать тетаритм, да, связать его с памятью, да. Ну, вот нет у нас такой вот жесткой привязки и даже и структуры к функциям, да, такой жесткой привязки уже давно, в общем-то, нет. Поэтому если тетаритм регистрируется какого-то ребенка с аутизмом, это может быть связано с рядом, ну, допустим, с органическими поражениями мозга, да. То есть это... А может быть просто, да, то есть здесь нет каких-то критериев конкретных привязки к памяти, да. Память при учении действительно специфична, да, это тоже большое поле для исследований. Дети запоминают там, могут запоминать какие-то конкретные или цифры, да, или конкретные, я не знаю, визуальные ситуации. Вот, но, к сожалению, привязать это конкретно к лобному именно тетаритму, ну, в данном случае будет непрофессионально. Вот, поэтому в каждый случай нужно, я думаю, что нужно рассматривать отдельно. В данном случае, я так понимаю, речь идет об исследованиях, да, об исследованиях, которые проводились, и эти результаты есть, они опубликованы, но здесь есть, да, такой вот момент, который не позволяет нам использовать это в плане диагностики. Причина следствия есть в одну сторону, но не обратную. То есть мы видим фронтоцентральные какие-то изменения, там уже тетаритмы, но мы не можем сказать, что если мы видим изменения фронтоцентральные тетаритмы, это однозначно свидетельство об изменении памяти. То есть как бы это работает только пока, к сожалению, в одну сторону. Я не знаю, вот попарахте меня, но вообще может ли чисто теоретически, даже в будущем энцефалограмма вот быть таким предсказателем каких-то поведенческих коррелятов? У меня есть... С точки зрения теории функциональных систем не может. Потому что у нас одни и те же элементы участвуют в реализации самых разных видов деятельности. А вот что касается памяти, то на самом деле вот эти расхожие представления о том, какова память у аутистов, они достаточно сейчас тоже подвергаются пересмотру. Потому что, во-первых, большинство этих данных было получено на высокофункциональных пациентах, то есть те, у которых достаточно высокий уровень интеллекта, они контактны более-менее. И это отдельная подгруппа данной категории. А вот что касается других, то оказывается, что если... И мы такое исследование проводили в нашей лаборатории, в нашем центре, что отдельные параметры памяти оказываются действительно выше, даже выше нормативных, а вот другие как раз нет. То есть здесь тоже нужно смотреть грубже и, в принципе, говорить о памяти вообще, но это не совсем тоже имеет смысл, потому что есть очень много аспектов, которые чувствительны к всем или иным факторам. И это все нужно изучать более подробно. Такие исследования даже у нас тоже проводят. Как раз мы брали детей всех уровней, у нас есть и дети высокофункциональные, и гораздо менее развитые в плане психических, в плане интеллектуальных особенностей, и там достаточно были такие интересные результаты. Если... Да, еще, пожалуйста, какие-то вопросы. Вопросы очень интересные, и мне кажется, они нашу дискуссию каждый раз в какую-то неожиданную сторону поворачивают, что... Мне, например, это очень нравится, поэтому, пожалуйста, задавайте еще. А тут вот тот же самый вопрос. Можно тоже поднимать руку, какие-то, может быть, комментарии, предложения, и все мы с удовольствием выслушаем, потому что сами тоже готовы долго еще эту тему обсуждать, тем более, что она действительно очень актуальна и связана это в первую очередь с тем, что энциклограмма – это один из самых доступных методов. И в то же самое время это один из самых недооцененных методов. Многие до сих пор уверены, что она нужна только для того, чтобы определить, есть это или нет. Безусловно, она это делает, но этим далеко не ограничиваются возможности. И вот широкому использованию эти возможности пока малодоступны, что, конечно, прискорбит. Многие вещи можно было бы отслеживать. Возрастные, допустим, показатели формирования, даже безотносительно уже синдромов, о которых мы сегодня говорили, все это может быть обработано на гораздо более современном уровне, чем у нас сейчас. Я вот сильно сдерживаю себя, чтобы не увести всех в любимую мною сторону. Это вот в речевое развитие и в речевые особенности детей с расстройствами аутистического спектра. Ну, если у нас немножко есть возможность поговорить хотя бы чуть-чуть на эту тему, то давайте, насколько, значит, вот эта диагностическая вещь могла бы помочь нам как бы на промежуточных этапах отслеживания прогресса в обучающей, в корректирующей педагогике и так далее. Потому что это было бы совершенно прекрасно, если бы это было возможно. Можем пофантазировать только, наверное, на эту тему. Народнее всего, да, но как раз один из вот этих красных флажков – это трудности с речью, которые часто отмечают родители. Либо там охлали, либо какие-то там, мне кажется, оказывается на имя и так далее. Вот это как внутренняя, так и внешняя речь страдает. Вот. Насколько это вообще всё можно привязать к нейрофизиологии, пока остаётся в области вопроса. Вот, да. Ну вот сейчас непосредственно у нас проходят исследования совместно с Когнитивным центром Высшей школы экономики. Правда, мы там смотрим, не мы, а они записывают энцеполограмму, но только не фоновые, да, о которых мы говорили, они записывают, вызванные потенциалы. И исследования прямо вот сейчас идут полным ходом, и сами ждём, что получится. Вот я к тому. Да, единственное, что хотим сказать, что вот та методика, которую мы используем для оценки речевых, речевого развития, количественная оценка, она сейчас, так скажем, выходит, да, на рынок, очень некрасивое слово, да, но во всяком случае выходит в наш доступ, начнёт скоро, будет скоро появляться, да, вот она позволяет количественно оценить, достаточное количество параметров и весьма дифференцированно, и вполне вероятно, что как раз вот отдельные аспекты речи можно будет как-то отследить и с точки зрения этих нейрофизиологических коррелятов, но, опять же, говорю, мы все. Вот я предлагаю это вот на будущее обсудить вот как-то любым доступным способом, и самый первый, который я вижу, это ближайшая конференция, которую мы организуем в октябре следующего года, центральный механизм речи, десятый, вот приглашаю всех, и коллег в частности, вот, я бы очень хотела, чтобы это была такая секция, в которой мы бы это пообсуждали, потому что запрос огромный, вот просто от специалистов идёт, надеюсь, что нам это удастся. Сделаем всё, что можем, надеемся, к тому времени уже будут какие-то результаты, которые можно будет поделиться. И у меня всё это осуществим, с большой благодарностью принимаем приглашение, обязательно будем участвовать. Так, ну что ж, мы тут всё реверансы друг к другу, а вопросы-то у нас есть ещё? Может быть, вопросы не совсем прям вот уж по теме, да, но если вам кажется, что кто-то из присутствующих специалистов готов на них ответить, то пользуйтесь возможностью, задавайте. И поскольку у нас есть ещё эфирное время, мы готовы, готовы отвечать. У меня был ещё один вопрос, потому что я скажу, понимаешь, и перебираюсь. Ну, можно, видите, да. Я про зеркальные нейроны, всё-таки вы больше говорили про фоновую идею, да, зеркальные нейроны, это всё-таки там мысленное воображение или повторение, да, движение и так далее. Это функциональная нагрузка, вот то, что на языке нейрофилеологов называется. У вас разработаны протоколы этой функциональной нагрузки конкретно для аутистов или вы просто вот... То есть протоколы проведения фоновой ЭГЭ, они уже вот как бы в камне отлиты, да, и давно-давно среди нейрофилеологов существует. А вот этот, наверное, вот я просто не знаю. Да, это исключительно наш пока протокол, у которого мы, тем не менее, придерживаемся, да, единообразный. Ну, скорее всего, требование к его проведению уже тоже в клинике, как некоего такого классического скринингового теста. Вы вот очень точно смотрите в будущее. Вот, это, конечно, это все будет здорово, если это все будет вообще в контексте скрининга, но, к сожалению, с зеркальными нейронами пока на самом деле много вопросов еще. Очень много. И вообще теория, как бы в докладе я это не озвучивала, но в литературе это много споров. Это спорная, да, это такая очень спорная теория, да. Если она доказывается там практикой и цифрами статистическими, то можно спорить и дальше, а и, ну, включить. Да, конечно, конечно. Но в целом это было бы очень интересно, да, привести бы, да, внедрить и в том числе оценку работы зеркальных нейронов на уровне клиник, да. Но мне кажется, что пока еще рановато нам. Да, пока это. Возможно, что это вкладной стандарт, то вкладной стандартную процедуру там на три минуты условно, да, и, конечно, дает гораздо больше информативности. Да, да. Вплоть до того даже, да, про зеркальные нейроны просто меня это как раз тема очень интересует, вплоть до того, что там один автор публикует статью за зеркальные нейроны, грубо говоря, да, которая подтверждает их. Следом автор опровергает, да, приводит публикую статью и приводит доводы, что нет, это все на самом деле домыслы, и нельзя точно... Нам Светлана Витальевна написала, что она против теории сверхзеркальных. Да, да, вот, вот, да, поэтому дискуссия теория, она на той теории, да, чтобы... Да, на самом деле, это масса вопросов, я, наверное, с точки зрения теории соглашусь, что она такая, спорная, но если как бы практически подтверждается, что вот такой тест, проводимый с помощью энцефалограммы, коррелирует на очень высоком уровне, да, и не можно там слепую что-либо отличать, то, какова бы ни была теория, это просто, мне кажется, потребности практики уже... То есть, ищите дальше ваше теоретическое обоснование, практически мы будем делать вот... Чем больше... Да, феномен этих сверхзеркальных нейронов, он, очевидно, совершенно существует. Конечно. Со всех сторон он был обнаружен. А вот уже дальше, да... Это интерпретация, конечно, то есть в свое время это было же... Огромное открытие для нейрофизиологии, да, то есть... Любая теория устаревается, а временем, как известно, да, не бывает существующих вечно, они всегда существуют в какой-то период времени, во-первых, с какими-то ограничениями по применению, во-вторых, как бывает, но они позволяют науке двигаться вот в каком направлении определенное количество времени. Вот мне кажется, что сейчас она дает эту возможность, а потом, вероятнее всего, она не объясняет большинство. Конечно, любая теория в целом, она не может объяснить механизмы, да. Дело в том, что просто еще не наступил тот этап, когда мы можем немножечко изменить эту фразу и назвать теорией зеркальных нейронов, да. У нас пока, когда мы говорим теория, мы имеем только одно со всеми ее недочетами, недостатками. А все эти возражения, дополнения, да, и вся эта работа, она пока еще не выделась в другие теории или другие варианты, да. Вот когда у нас будет ряд, нам будет всем проще, спокойнее, как во всех других облацах мы прекрасно живем, да, когда у нас есть несколько теорий на одной и той же теме. Ну, давайте поговорим о концепции. Концепцию зеркальных нейронов никто уже не отменит, а вот про теории мы дальше расскажем. Про теорию будем обсуждать. И в том числе, как бы, наши работы, да, они тоже ведут к тому, что определенный аспект вот этого феномена они описывают, и, наверное, тоже надо какое-то теоретическое обобщение с нейромизмом. Давайте тоже об этом подумаем, чтобы, ну, действительно, она не была в одиночестве, опинаема эта теория, да, и мы как-то в этом получат. Так, ну, коллеги, вот слова с места в чат – это очень хорошо, но, может быть, кто-то хочет включиться в дискуссию. Я понимаю, что мы тут достаточно так плотно, да, уселись и забиваем эфир, но мы действительно очень хотим услышать вопросы, услышать мнения, и призываем вас, приглашаем к дискуссии, пока нас... Да, время нашло. Ну, давайте, может быть, мы договоримся, что мы когда-нибудь еще обязательно это продолжим. Да, давайте. В любом случае, если на ваш вопрос мы сейчас не ответили, а вы вдруг поняли потом, что у вас есть вопрос, мы сейчас пришлем в чат почту нашей научной лаборатории, куда вы можете написать свой вопрос и обязательно получите на него ответ. Так, да, и также много информации о лаборатории, о работах, которые там проводятся, есть на нашем сайте, на сайте ФРЦ, да, где и также информация о почте там тоже есть. И, в общем, всеми силами... Вот, есть прекрасная. Когда же вы клиницисты, поможете бедным логопедам и внесете речевые нарушения при раз в клинико-педагогическую классификацию. Тоже как раз вот про речь, то, что... Запрос. Прямой запрос. Мы не совсем клиницисты. Это вопрос к врачам, да, потому что вот это вот полномочия, да, и привилегии вносить что-то куда-то, да, имеет имена... Наша же задача представлять, да, вот те... Описывать различные феномены, да, и представлять те результаты, которые позволят, да, внести на тех или иных основаниях. Поэтому... Честно, клиника-педагогическая классификация уже давно напрашивается на большую-большую коррекцию. Вообще не только по этому поводу, но и по многим другим. Вообще она должна быть предметом очень усиленной совместной работы клиницистов, педагогов, психологов. И вообще-то вот это, мне кажется, очень большой социальный проект, который должен быть сделан, проведен. Да, вот. Так что этот зато... Ну что, раз слушатели с нами согласны, значит, когда мы найдем возможность, да, и сложатся обстоятельства для обсуждения этого вопроса, и уже, конечно, в компании медиков обязательно всех приглашаем, и надеемся, что, может быть, как-то совместными усилиями продвинем и этот вопрос тоже. Потому что, конечно, классификация для практик, это очень важная вещь, и договориться о том, что же мы в конце концов чем называем, это очень важное условие для продвижения вперед. Да. Вот почту лаборатории мы вам дали, и, да, пожалуйста, обращайтесь, и будем рады любым взаимодействиям, как консультативным, так и научным исследователям. Большое спасибо Ксении Ромизовне. Спасибо Елизавету. На мой день, как говорят, снижалась интересная вещь, если Елизавета Ромизовна и вам. Спасибо. Ну что, я хочу обратиться к организаторам, если у нас с вами нет больше вопросов, и наши слушатели насытились за той информацией, которая была предоставлена, как нам, наверное, имеет смысл закрыть заседание, или какие у нас наши планы. Конечно, Елизавета Юрьевна, вы как главный рулевой командуете. Да, ну, просто на самом деле, мне кажется, что действительно информации для обсуждения размышлений было очень много, а мы частные вопросы можем решить и кулу. Поэтому я тогда благодарю всех слушателей, всех участников, выступающего, нашего уважаемого эксперта, и надеюсь, что мы с вами встретимся, и уже у нас определены какие-то вехи, этапы дальнейших встреч, по крайней мере, вот конференция в Санкт-Петербурге, и еще раньше мы встретимся с МАК-центром уже по этому вопросу, так что думаю, что наша с вами встреча прошла очень даже продуктивно. Всех благодарю. Коллеги, спасибо. До свидания и до новых встреч. До свидания. До свидания. Молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok